Чтобы не наказывать тех, кто пришел вовремя, мы, как всегда, с вами с молитвой в сердце продолжаем книгу Шмуэля, который рассказывает о становлении Царства Израиля, становлении очень непростом, начавшимся с того, что отвергли пророка, отвергли духовный уровень и жизнь, по слову пророка, и войну, по слову пророка. И захотели выйти на другой уровень, о котором Тора говорит, как у всех, чтобы быть, как все народы. Конечно, как все народы, сыновья Израиля не могут быть, и поэтому, как мы с вами говорили, Всевышний ведет такую свою линию, даже отставив в сторону пророка. Поскольку народ не хочет пророка, значит, он не готов к этому уровню, и навязать этот уровень невозможно. И вот отставив в сторону пророка, Всевышний дает царей, на которых пребывает Божественный Дух, и которые должны были быть связаны с пророком крепко-накрепко, и понимать пророка, и идти за пророком. Но оказывается, что это не так просто, это очень трудно, что пророк требует посмотреть, пророк требует уверенности во Всевышнем, требует посмотреть на мир несколько иными глазами, не глазами реального политика, стратега, военного. Он требует посмотреть на мир духовными глазами и положиться на Всевышнего полностью. Это не так просто. Иногда человек может в собственных делах, в своем доме, в пределах своей семьи, сказать, что он проявляет уверенность во Всевышнем, и вот он будет делать так, а не иначе, и полагается всем сердцем на Всевышнего. Но когда на человеке лежит большая ответственность за весь народ, за жизни многих-многих людей, это гораздо труднее сказать, что я буду действовать вопреки реалиям, вопреки тому, что я вижу, вопреки тому, что сделал бы любой другой человек, любой другой правитель. Я буду действовать по слову пророка, это очень-очень трудно, опять же, когда за твоей спиной стоят жизни многих и многих людей. И человек действительно должен быть привязан всем сердцем ко Всевышнему, должен быть особым человеком для того, чтобы справиться с такой задачей, быть правителем, быть царем, как у других народов, и в то же время быть человеком, на котором пребывает Божественный Дух, и который идет за этим Божественным Духом, и который слышит слово пророка. И мы видим, уже видели, что Шаулю очень трудно было перестроиться. Мы видим, что Всевышний, как бы в начале его правления, делает из него как бы нового человека, приоткрывает ему пророческий уровень и даже вкладывает ему другое сердце. То есть Шауль начинает мыслить другими категориями. Не категориями тех ослов, которых он ищет для того, чтобы не огорчить осла, а категориями всего народа. Он способен на решительные действия, он способен воспринять тот Божественный Дух, который ложится на него, но, тем не менее, скажем, перестроиться, так сказать, полностью ему очень трудно. И вот об этом наш рассказ в дальнейшем. Испытание Шауля, то испытание, о котором говорил Шмуэль сразу же, как только помазал его на царство, когда ты выйдешь на войну против Лешкин, первый. Первый раз ты меня будешь ждать семь дней. Посмотрим, что это за испытание, насколько оно трудное, и как оно превратилось или притворилось в жизнь. Я включаю демонстрацию экрана, и я прошу Натана, чтобы он мне позволил включить демонстрацию экрана. И да, я все сделал. Спасибо большое. У нас есть иллюстративный материал сегодня, так что мы посмотрим совместное использование. И опять мне нужно сделать немножко... Работает по-другому, чем я привык. Сейчас мы сделаем с вами. Мне надо сначала поднять ковец файл на одну секунду, а потом сделать вот это совместное использование экрана. Одну секунду я уже делаю. Уже делаю. Я поднял этот ковец. Теперь надо вернуться к вам сюда. И сделать демонстрацию экрана. Все, столбов. Вот, да, видим. Подожди, видна папка с документами. Сам документ не виден. Ты хочешь открыть Word. Что ты говоришь? Что ты говоришь? Вот так виден. Нет, перейди на документ, который ты сам что сейчас видишь? Я. Спасибо. Итак, мы с вами в 13 главе. И здесь написано, год Шауль был царем. И еще два года он царствовал над Израилем. Фраза сама по себе странная. Но если мы привыкли несколько к языку пророков, то мы понимаем, что Шауль был год, один год царем в глазах небес. А всего он правил над Израилем два года. То есть, после года своего правления он совершил поступок, который, в общем-то, не позволил ему дальше быть царем над Израилем, в том смысле продолжать царствовать, построить династию, чтобы его сын продолжил за ним царствовать. Что-то произошло. Смотрим дальше. Что произошло. И выбрал себе Шауль три тысячи из сыновей Израиля. Первое предложение было видением. Теперь рассказывается о том, что происходит в самом начале правления Шауля после его сражения с Нахаш Хаамони, с царем Нахашем из страны Омона. И мы видим, что Шауль выбирает себе три тысячи из сыновей Израиля. И были Шаулем две тысячи в городе Мехмаз на горе Бейтель. Мы сейчас посмотрим карту. И тысяча была с Ематаном в городе Тива, который им надели Бениамина. А остальной народ отослал Шауль каждого шатры его. Мы видим, что войско Шауля очень небольшое. Что он мог приказать всем, кто собрался на празднование победы на Нахаши Маамони. Кто-то пришел его, как вы помните, помазать на царство второй раз. Он мог приказать им всем остаться, но нет, он отсылает их. Большинство народа отсылает шатры, потому что мы понимаем, что войско нужно кормить и обеспечивать, и снабжать. У него нет на это средств. Он оставляет рядом с собой гвардию и делит ее на два отряда. Сейчас мы попробуем поднять с вами карту. Попробуем поднять с вами карту. Мы так видим карту? Нет, не видим. Хорошо. Примерно понимаю, что он от меня хочет. Значит, вот перед нами карта. Мы видим с вами здесь, какие мы можем взять с вами ориентиры. Вот город Ерехо. А можете увеличить масштаб? Плохо видно. Обязательно. 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 У каждого есть опция. Посмотрите, наверху у вас есть View Options. И там есть увеличить. Вот есть Zoom Ratio. И там вы можете сделать либо Fit to Video, либо увеличить. Это на самом деле каждый может сделать. У меня нет такого. У меня на телефоне, на мобильном. А, на телефоне, может быть, и нет. На телефоне, может быть, и нет. Можно пальцами раздвигать, увеличивать. Окей. Ну, в любом случае, я надеюсь, сейчас видно. Да, сейчас видно. Мы видим с вами ориентир здесь Офра. Мы видим Ерехо. И вот мы можем представить, где находится Мехмаз. На самом деле, это не так далеко от Иерушалайма. Мехмаз, Мегрон, Гива. Это те, скажем, города, которые будут у нас упоминаться в этой главе. И большое значение имеет Нахаль-Мехмаз, то есть поток Мехмаз, который также будет, который мы также будем говорить в этой главе. Так, теперь. А, извиняюсь, это Мехмаз, это современный Мехмаз, это близко там? Это практически одно и то же место. Спасибо. Поток Мехмаз, да. Поток Мехмаз, он очень близко там. Видим текст с вами? Да, видно. Замечательно. Хорошо. Значит, и две тысячи находятся в Мехмазе на горе Бейтель, а тысяча была с Юнатаном в городе Гива. Гива мы видели, скажем, да, несколько южнее, очень близко от Мехмаза, несколько южнее, город Гива, который в наделе Беньямина. И мы понимаем, что там Шауль сосредотачивает свои силы, оттуда он набирает основные свои силы войска, как и следовало бы ожидать и предполагать, что он сам из колена Беньямина, и на нем он базируется, на его силах он базируется. И поразил Юнатан укрепление Плештин, которое в окрестности города Гива. Мы говорили с вами, что филистимляне держат такие форпосты, которые позволяют им и контролировать то, что происходит в среде сыновей Израиля, в основном в Иуде, в основном они давлеют над данным, которые они практически покорили полностью, и давлеют над Иудой. То, что их интересует, они собирают дань, и они следят за тем, чтобы сыновья Израиля не изготовляли металлическое оружие, в основном железное оружие. Мы говорили о том, что филистимляне первыми научились изготовлять железное оружие, и это оружие они не продают. Более того, они не позволяют его даже ремонтировать, точить, если у кого-то портится инструмент, об оружии говорить нечего, они просто не разрешают держать железное оружие. Если у кого-то портится инструмент, он должен идти к филистимлянам. Из этого мы можем представить, что... Но, в принципе, то, что интересует филистимлян, это сбор дань, и для того, и то, чтобы сыновья Израиля не создали свою военную силу. И вот, естественно, что такой форпост не может оборонять себя против большого войска. Все рассчитано на то, что, как бы, договор, устный договор, или, как сказать, само собой разумеется, что если будет нападение на такой форпост, то филистимляне придут и жестоко покарают всю Иуду. И вот Юнатан, он нападает на такой форпост. Понятно, что, на первый взгляд, это действие представляется совершенно безответственным. Но мы знаем, что, когда начинается конфликт, и когда начинается противостояние сил, здесь могут быть всякие неожиданности, и Юнатана не особенно обвиняют в том, что он сделал. Да, он человек порывистый, но не настолько, чтобы действовать безответственно в подобной ситуации. Скорее всего, скорее всего, филистимляне не поняли изменившейся ситуации, то, что у сыновей Израиля есть силы, собираются силы, которые способны противостоять им. И они продолжали вести себя по-прежнему, собирать дань и требовать дань, и контролировать, чтобы не было оружия. И Юнатан окружил этот форпост, совершенно не собираясь его атаковать, но просто показать, что время филистимлян правления закончилось. Здесь, естественно, возникло столкновение, и он поразил, в результате поразил этот форпост. И услышали Плештим, Плештим узнали о том, что произошло. Шауль протрубил в Шафар по всей земле, чтобы сказать, да услышат и в Рим. Шауль действует как царь, он собирает народ на войну, на войну, которая должна была бы все равно состояться, потому что его и выбрали царем для того, чтобы он противостоял врагу, и прежде всего, филистимлянам. несколько преждевременно происходит эта война, не успели к ней подготовиться, что делать? Шауль ничего не поделает, Шауль трубит в Шафар и собирает всех, кого только может собрать. Но когда царь трубит в Шафар, то мы понимаем, что все должны прийти на войну, и собирается войско. Шауль говорит, да услышат и в Рим. Слово и в Рим в этой главе употребляется несколько раз. Это как бы иногда люди говорят на как бы чужими терминами, на чужом языке. И вот это как раз тот случай для филистимлян, которые живут бок о бок с египтянами. Сыновья Израиля – это и в Рим. Как мы помним, Иосеф был и в Рим. Авраама называют и в Рим. Но для филистимлян Иосеф и сыновья Израиля – они и в Рим. От слова и в Рим, как вы помните, пришедший, перешедший из другой страны, пришедший из реки, из реки Прат. Оттуда пришел Авраам, и он человек как бы не местный, не относится к местному населению. И филистимляне, скажем, считая, что у них право на эту землю, у них право владения этой землей, они переняли этот термин египтян, за которым слышится еврей, пришедший в эту землю и с другой земли, и тот, у кого нету право владения. Так Шауля вращается как бы к своему народу, как и в Рим. Он говорит, да услышит и в Рим. Вместо того, чтобы сказать, услышится, над я Израилю, он говорит и в Рим, для того, чтобы сказать, что мы с вами в противостоянии с филистимлянами, которые нас считают и в Рим, считают людьми, пришедшим, не имеющими права на эту землю, и пришло время доказать, что неправо на эту землю у нас. Как это можно доказать? Только в прямом и открытом столкновении с филистимлянами. Да услышат и в Рим, да услышат сыновья Израиля, которые филистимляне называют и в Рим, это смысл этих слов. Весь Израиль услышал, говоря, поразил Шау и укрепление Плештин. Действия Ионатана, как это и часто бывает, за действия Ионатана возлагают ответственность на царя, на Шауля, на его подданный, его сын, его полководец, неважно, кто поразил, это действия Шауля. И также говорили, «Отвратительным стал Израиль среди Плештин и собрались люди следуя с Шаулем Гилган». Отвратительным стал Израиль. Что значит отвратительным? Ну, можно понимать по-разному, ненавидят, не любят, но главное, не будут разговаривать, нет возможности примириться с пелистимлянами, не о чем с ними разговаривать. Сыновья Израиля для них отвратительны, они сделали такое дело, которое не допускает примирения, не допускает диалога. И собрались люди, следуя за Шаулем в Гилгаль. Почему в Гилгаль? Мы помним, что стратегически это место невыгодное. Плештин идут и поднимаются и поднимаются в Иудейские горы, поднимаются на гору Ефраима со стороны низменности. А здесь сыновья Израиля как бы заранее отступают, ну, как отступают, отдают им всю страну Гилгаль напротив Ерехо на берегу Яордана. И там Шауль собирает войско. Опять же, войско надо собирать там, где тебе удобно противостоять противнику. Там ты можешь его задержать. То есть на какой-то возвышенности собираешь войско, ты знаешь, где находится противник, ты ему сможешь противостоять, но нет, ведь вся страна, когда войско собирается в Гилгале, вся страна оказывается открытой для грабежа, для насилия филистимлян. И тем не менее, Шауль собирает войско в Гилгале, потому что мы помним, так ему сказал Шмуэль, когда ты первый раз выйдешь на войну с христианами, ты соберешь войско в Гилгале. И бештим собрались, чтобы убивать с Израилем, 30 тысяч колесниц и 6 тысяч верховых, и народа много, как песка, что на берегу моря, а мы представляем себе, что кроме того, что сыновья Израиля по численности своей, собравшиеся к Шаулю, они гораздо меньше по своей численности, они еще практически не вооружены, у них нету оружия, это то, чего добились филистимляне, ведя контроль за вооружением, за обработкой металла, обработкой железа прежде всего, и поднялись и встали лагерем в городе Мехмаз к востоку от Бейт-Авен, то есть там, где располагались раньше войска Шауля, он ушел оттуда, пришли филистимляне, встали в городе Мехмаз. Город Мехмаз небольшой, он не может вместить 30 тысяч войск, только колесниц, и, естественно, речь идет о том, что в городе Мехмаз есть только какой-то ставка, пост, какая-то часть войск, но в основном войска становятся лагерем возле города, хотя сказано, что в городе, когда говорится в городе, часто в пророках имеется в виду возле города, и люди Израиля убители, что беда надбегается на них, ибо тесним народ, и спрятался народ в пещерах и в колючих зарослях, и в скалах, и в башнях, и в ямах, то есть кто это спрятался в колючих пещерах, зарослях и в ямах, те люди, которые сначала пошли к Шаулю, стали собираться Шаулю, они увидели ситуацию, и они спрятались, не узнали о ситуации, не узнали о том, какое число войска собралось у филистинлян, они спрятались, и здесь мы видим с вами поведение, как у всех народов, потому что когда Шауль, когда Шмуэль, пророк, призывал народ прийти, то никто не спрашивал, сколько их будет, и никто не спрашивал, как они будут воевать с филистинлянами, и сколько у них оружия, они одерживали победой силой духа пророка Шмуэля, мы знаем, что тем, что он приносил жертву, молился Всевышнему, и враг бежал, мы знаем, что они рассчитывают на чудо, мы знаем, что есть запрет рассчитывать на чудо, но есть и обратная ситуация, когда есть пророк сильнейший, который может сделать чудо, когда ты уже несколько раз убедился, что чудо для него это как бы стандартное обычное тело, он молится и враг бежит, то здесь как раз надо рассчитывать на чудо, как раз надо полагаться на пророка, тем более, что он пророк, и есть обязанность слушать слово пророка, и поэтому со Шмуэлем была война совершенно другая, никто не спрашивал, сколько нас и сколько филистимлян, а здесь они видят большое число филистимлян, видят свое жалкое положение, и они бегут и прятятся, и надо сказать, что нету и поддержки со стороны Всевышнего, а Всевышний может вселить дух, силу духа в народ, это как бы то, как Всевышний воюет, он вселяет страх во врага и придает силу духа сыновьям Израиля, а враг бежит, сыновья Израиля, у них есть силы преследовать врага, они не боятся, они преследуют врага, это так, как воюет Всевышний, а здесь нет, хотели быть как все народы, получите, вот вам 30 тысяч колесниц, неизвестно сколько пешек, самая как бы вооруженная сильная армия, самая вооруженная сильная армия в мире, самые опытные воины, воинственный народ, похожий на греческие племена, которые живут на островах, народы моря их называют филистимляне, попробуйте им противостоять, бегут, разбегаются, с Шаулем остается не только, не так много людей, и здесь такая ирония, ирония пророка, он говорит, а и в Рим перешли через Ярдем в землю Гада, то есть даже те, кто собрали в Гилгаль, к Шаулю, они тоже испугались, и они перешли через Ярдем для того, чтобы уйти к колену Гада, которая далеко, которую наверняка филистимляне не затронут, а если затронут эту землю, так они побегут дальше, и здесь пророк называет их и в Рим, перешедшие, как филистимляне говорили и в Рим по одному, то, что у вас нету права на эту землю, вы перешли в нее, египтяне, скажем, говорили, что народ Израиля происходит от пришедших из-за реки Прат. Филистимляне говорили и в Рим, повторяя за египтянами, утверждая, что в Знаве Израиле нету права на эту землю. Пророк говорит иронически, они и в Рим, у них нету права на эту землю, потому что не бегут. Бегут. А почему нету права на эту землю, по крайней мере, кажется, представляется, что нету права на эту землю. А какое право на эту землю без Всевышнего, без его поддержки? О каких правах на эту землю можно говорить? Бегут их дела ушли в Гаду и в Гелад. А Шауль все еще оставался в Гелгале, и весь народ в страхе слетит за ним. Шауль стоит в Гелгале, он должен быть там по условию Шмуэля, он должен быть там семь дней, он должен быть там семь дней, и он должен ждать его. и ждал Шауль семь дней до срока, который установил Шмуэль. Народ растекается, уходит постоянно за Иордан, в пещеры, уходит, все меньше остается людей с ним. Он ждет, и не пришел Шмуэль в Гелгале. Мы знаем, что последние как бы последние минуты, последние мгновения, они самые тяжелые, и вот уже седьмой день, начался седьмой день, и вот уже солнце в середине, и нету Шмуэля, да, а это не просто на курорте, это напряжение, напряжение, когда ты ждешь конца. Вот сейчас филистимляне появятся в этом Гелгале, да, появятся в этом Гелгале и и все, и конец, да, можем представить себе состояние Шауля, можем представить его напряжение и отчаяние, да, и вот он, да, и рассеялся народу, хотя от него народ рассеялся, остались единицы, сотни, может быть, но не войска, и сказал Шауль, подайте мне жертву всесожжения и мирные жертвы, да, и принес жертву всесожжения, я прошу врачи, мне нужна одна секунда, сейчас, одна секунда, да, и сказал Шауль, подайте мне жертву всесожжения и мирные жертвы, Почему? С чего? Сыновья Израиля не выходили на войну с принесением жертв. То есть жертвы не приносились перед тем, как выйти в сражение. Выходил Каген, назначенный специально. Как вы помните, он говорил, что если кто-то боится, то пусть он оставит войско. Чаще всего это было в войнах, которые велись за пределами земли Израиля. Иногда это было и в войнах, которые велись на территории земли Израиля. Каген вдохновлял народ. Но о принесении жертв мы ничего не знаем перед выходом в сражение. Но здесь Шауль хочет принести жертвы вместо Шмуэля. Потому что Шмуэль сказал, что он придет и принесет жертвы. Он хочет, он понимает так, Шауль, что в этой войне жертвы должны быть принесены обязательно. Их должен был принести Шмуэль. И была надежда, что все произойдет, как и в Митсфе. Что филистимляне просто побегут после того, как Шмуэль принесет жертву. Потому что его жертва, его молитва. Понятно, что это не то же самое, что жертва Шауля. И не то же самое, что молитва Шауля. И мы понимаем, как бы замысел Всевышнего Шмуэль не просто как бы возвеличивает себя и не хочет показать, что народ без него не может обойтись. Это замысел Всевышнего, который хочет показать народу, что выбрав царя, они не могут отказаться от духовного пласта, не могут отказаться от пророка. Пророк, духовный пласт остается определяющим для сыновей Израиля, как бы они не хотели быть похожи на другие народы. Как бы они себе не просили царя, как у всех народов, да, есть царь, и он тоже должен быть высоко духовным человеком, он тоже должен быть на уровне пророка. Но Шмуэль, сильнейший пророк, это то, от чего отказаться невозможно. И да, мы понимаем здесь, что если бы Шауль дождался Шмуэля, то, конечно, произошло бы чудо. Филистимляне побежали бы, да, и сыновья Израиля стали бы свидетелями чуда. И они поняли, что их царь, он может идти только вместе с пророком, не отрываясь от него совершенно. Но Шауль не выдерживает это испытание, которое как раз было признано показать, что без пророка невозможно победить. А с пророком в любой ситуации, даже в стратегически совершенно проигнувшей ситуации, когда народ уже боится и рассеивается, и все, оказалось бы уже полное поражение, с пророком, да, можно победить, но эта ситуация похожа на ситуацию у горы Синай, когда сыновья Израиля решили, что Маше умер, и им нужен был новый руководитель или новый компас, и они решили сделать золотого тельца. Это также произошло в последний момент на 40-й день, когда Маше должен был спуститься с горы. Очень похожая ситуация здесь. И вышел, вот, и только он принес жертвы, приходит Шмуэль, и вышел Шауль к нему навстречу с благословением. Шауль идет, говорит, благословен, благословен. Шмуэль перед Богом, хорошо, что ты пришел, мы уже принесли жертвы, мы начали войну. Шмуэль, да, Шмуэль его осаживает, да, и говорит, что ты сделал, да, и сказал Шауль, ибо я увидел, что народ расселся, уходя от меня, а ты не пришел в срок назначенных дней. И плещим собираются в городе Мехмаз, то есть он описывает ему всю эту ужасную ситуацию, которую Шмуэль и сам знает, да, просто как бы для того, чтобы оправдать себя. И мы видим, и сказал Шауль, теперь спуститься, плещим, чтобы напасть на меня в Гилгале. Шауль, да, Шауль объясняет себя, говорит, спуститься, плещим, чтобы напасть на меня в Гилгале, а я перед лицом Бога не молился, да, и воздерживался в долгое время, и только затем вознес жертву всесожжения, да, то есть он объясняет ему, я поступил по ситуации, ты сказал, что придешь, ты не пришел вовремя, говорит Шауль, да, и я должен был выйти на войну, должен был молиться, да, должен был молиться и выйти на войну. И вот я принес жертву, чтобы молиться, и я вышел на войну, да. То есть мы видим, насколько тяжелые и трудные испытания, да, и насколько человек не может оторваться от реалии и поверить в сильнейшего пророка, в сильнейшее пророчество, фактически слово пророка, которое сказано ему напрямую, как ему это трудно, как ему это трудно сделать. Шауль не выдерживает, он видит как бы реальную ситуацию, и он идет за ней, и он не может полностью положиться на слово Шамуэля. Не дождался, не дождался совсем немного, может быть, нескольких минут, да, но это все решило, да, потому что нужно было дождаться пророка, во что бы то ни стало, проявить свою веру во Всевышнего, показать себе и другим, что ты ничего не можешь, и действительно, что ты можешь без Бога, без Всевышнего, что ты можешь? А даже если на тебя привлевает Божественный Дух, есть пророк сильнейший, да, на котором, если так можно сказать, этот Божественный Дух в сто раз сильнее, ты должен дождаться Игорь. Нет, да, не сделай это. Неразумно ты поступил, говорит Шамуэль Шаулю, не сохранил заповедь Бога Всесильного, то Его, которую Он заповедал тебе, ибо теперь упрочил бы Бог твое царствование над Израилем навсегда. Если бы ты смог это сделать, да, то ты проявил бы, что у тебя сердце, у тебя сердце царя, действительно, царя, который управляет, который видит не только этот мир, но он видит духовный мир, и сердце его широкое как бы, да, новое сердце, другое сердце, не сердце человека, который живет постоянно материальными делами и материальными понятиями. Если лишний тебе дал новое сердце, казалось бы, если дал новое сердце, то все уже должно быть в порядке, в порядке, но мы знаем, что свобода выбора у человека всегда остается, и все, что ему дается, это только как потенциал, да, как потенциал, а свобода выбора за ним. И вот, несмотря на весь потенциал, который получил Шауль, он не воспользовался этим сердцем, новым сердцем, которое должно видеть не только материальный мир, но и духовный мир, ощущать его, быть твердым и стойким, понимать, что духовный мир – главное, как бы всем сердцем это чувствовать должен человек, этого не произошло. Надо сказать, загляя вперед, что Давид встал перед подобным испытанием, когда Всевышний сказал ему, не нападать на филистинлян, пока ты не услышишь шаги ангелов в деревьях. И Давид сидит, и филистинане у него под боком, под носом, и вот они его уже окружают, вот они его сейчас обнаружат, и ему конец. И вместо того, чтобы ринуться на них, на филистинлян, да, как говорят ли, а в те, неожиданно упредить их, неожиданно, и это даст ему преимущество из филистинлян. Нет, он сидит, ждет, пока не слышит шаги ангелов в деревьях, только тогда он нападает на филистинлян. И этим Давид оказывается отличным, другим, чем Шауль. Он, да, выстоял в испытании, в похожем испытании, в подобном испытании, может быть, даже еще в более трудной ситуации, чем был поставлен Шауль. «А теперь царство твое не установится, и высказал Бог, и выискал Бог себе человека по сердцу своему, и приказал Бог ему быть правителем народом его, а ты не хранил то, что заповедовал тебе Бог». По сердцу своему искал Бог человека. Как можно представить себе, да, что значит сердце Всевышнего? Да, это желание его. И нужен человек, который сердцем чувствует желание Всевышнего. Без слов. Даже без того, чтобы ему поснали пророка и сказали, что ему делать. Да, нужен человек, который сердцем чувствует, волю Всевышнего, да, то ли пророк, то ли не пророк, непонятен его уровень, но неважно совершенно, да, он всем сердцем должен идти за Всевышним. Не разумом, да, хотя в древнем мире сердце было так же и создатотельным разумом, но здесь явно не разум, а чувством, просто всем чувством он должен идти за Всевышним. Всевышний искал себе такого человека, да, как его сердце. То есть тот, кто понимает желание, желание Всевышнего, волю Всевышнего, не понимает, чувствует. Чувствует и идет за ней вопреки всем реалиям. Да, вот, и таким человеком, мы понимаем, становится Давид. Давид идет, он всем сердцем чувствует желание Всевышнего, да, и все те проблемы, с которыми он сталкивается, ошибки его, о них надо говорить отдельно, но, в принципе, это человек, который сердцем идет за Всевышним. Давид говорит про себя, халаль ли би би кирби, мое сердце пусто внутри меня. Что значит оно пусто? У меня нет никакого своего желания, у меня нет никаких своих соображений, да, оно пусто для того, чтобы ты наполнил его, да, чтобы воспринять твое желание, чтобы мое желание не заслонило твое. Да, халаль ли би кирби, говорит он в псалмах, пусто мое сердце внутри меня. И приказал Бог ему быть правителем над народом его, а ты не хранил то, что заповедовал тебе Бог. А правитель может только идти вместе с пророком и полностью идти с пророком, тем более с таким пророком, как Шмуэль. Мы в дальнейшем увидим с вами, дай Бог, доберемся до книги царства, до второй книги царства, мы увидим, что цари далеко не всегда слушали пророков. Это есть какие-то причины, есть какие-то ситуации, безусловно. Но если говорить истории, если брать в развертке вот эту проблему, то, пожалуй, вот так вот всем сердцем. И беспрекословно, слушая пророков, если это, скажем, не его ощущение, а если пророчество к нему приходило со стороны, как от Натана и от Гада, от таких пророков, как Натана и от Гада, так жил только Давид. Больше никто так не мог жить. Все остальные соотносились с реалиями. Иногда слушали пророка, иногда не слушали пророка. Были более праведные цари, были менее праведные цари. И в этом плане служить пророка были более праведные, менее праведные цари. Такого царя, как Давида, «Ишкеливаби человека, как мое сердце», говорит Вседышний, такого, как Давид, больше не было. А Шаулия, Натан, сын его и народ, находившиеся с ними, укрепились в городе Гива, который на деле Бениамина, а Плештим стоят лагерем в городе Мехмаз. Мы помним, что Гива совсем чуть южнее, чуть южнее, чем Мехмаз. Как-то можно укрепиться против такого войска. Дело в том, что Плештим не знает, куда делся Шауль из Геудаля. Он ушел с небольшим числом людей, и он уже никого не интересует. Не Плештим властвует в стране. Сыновья Израиля разбежались. Какой Шауль? Сто, двести слуг его вместе с ним. Кого это интересует? Плештим властвует в стране. И выходили отряды разорителей из лагеря Плештим в трех направлениях. То есть из Мехмаза и из лагеря, который разбит рядом с Мехмазом, выходят в трех направлениях. Один отряд поворачивал городу, ведущему в город Афра, в северо-восточном направлении, в землю Шуаль. И еще один отряд поворачивал на дорогу в Бейт-Харон. Это в южном направлении, как бы обратно в сторону низбенности Плештим. И еще один отряд поворачивал и шел вдоль границы, проигавший в Гео свой им, и направлялся в пустыню. То есть шел на восток. И это не военные отряды, это отряды-грабители. Они просто грабят землю, наказывают, карательные отряды, чтобы разграбить землю так, чтобы у сыновей Израиля не было возможности поднять голову, наказать их за их бунт, так, чтобы они боялись угнать в плен людей. Никаких сражений не предвидится. И поэтому Шауль, который стоит в городе Гива, который решил так или иначе противостоять Плештим, он еще не знает, как, но он решил противостоять Плештиму, он пришел в Гива к лагерю Плештиму. Никто не знает, где он, никто его не интересует, где он находится. А здесь как бы пророк возвращается дальше к общей ситуации, о которой мы с вами говорили уже. А кузнецами не найти во всей земле Израиля, ибо сказали Плештиму, чтобы не сделали и в Рим меча или копья. «И спускались все из Израиля в землю Плештим, каждый засточит саху свою и заступ свой, и топор свой, и мотыгу свою. Не разрешалось обрабатывать железо, и оружие не запрещалось изготавлять. Все, что можно было, инструменты земледельцев, можно было поправить, заточить у филистимлян. И мы понимаем, что это работало, как бы жесткий запрет на ношение оружия, на владение оружия, на хранение оружия. И была цена заточки, здесь говорит цена заточки для сахи, для заступок и так далее, для вилкопоров и для выпрямления железного наконечника. «И было в день войны, и не нашлось меча и копья у всего народа, который с Шаулем и Юнатаном». То есть народ пришел, вооружившись кто чем, кто только мог, а меча и копья не было у народа, который с Шаулем и Юнатаном. «И нашелся меч у Шауля и Юнатана сына его. На все войско было два меча. И вышел заградительный отряд приштим к переходу, который вел с одной стороны ущелье Мехмаз на другую». Приштим, видимо, обнаружили Шауля. Или они опасались нападения, нападение, неожиданного нападения на лагерь, именно потому, что не знали, где находится Шауль. И вот они выставляют передовой отряд. Сейчас мы попробуем посмотреть. Ну, или давайте мы сделаем, возьмем еще... Вот я останавливаю демонстрацию. И я поднимаю еще одну главу 14-ю. Так. Вот. Да? Да, все отлично. И было в тот день, когда приштим выставили заградительный отряд. И сказал Юнатан, сын Шауля, слуге, оруженосцу своему, пойдем и перейдем к лагерю заградительного отряда Плештим, который по ту сторону ущелья, а отцу своему не сказал. Шауль сидит на окраине Дева под гранатом, что в Мигроне. Мы видим, что Шауль не сложил в себя царские обязанности. В этом тоже есть определенное достоинство. Он, если даже его покинуло, подавляющее большинство народа, он ведет себя как царь, а численность народа, который с ним, около 600 человек. Это из всех сыновей Израиля, из всех колен, осталось 600 человек. Остальные прячутся по пещерам, остальные перешли за Ярден в поселение Гада и тех колен, которые за Ярденом. Ахия, сын Ахитува, брата Йохавода, сына Пинхаса, сына Ильи, кавена Бога вшило, носит ифот. Ахитув, брат Йохаведа, как вы помните, того сына, который родился у Пинхаса в тот день, когда он погиб, родился у его жены, сына Пинхаса, сына Ильи, его брат Кавен не вшило, потому что сына Ильи Кавена Бога вшило, вот так мы читаем вместе, это Ильи, Кавен Бога вшило, а он Кавен, который с армии, и он носит ифот, а народ не знал, что ушел Йонатан. Понятно, что у Кавена, который носит ифот, можно было спросить о ситуации или о воле Всевышнего, и это не сделали по тем иным причинам, скорее всего, потому что просто Йонатан ушел скрытно, и его еще, так сказать, не хватились, его отсутствие не было замечено. А между спуском и подъемом тропы, который хотел перейти к посту Плештим, скальный выступ с этой стороны и скальный выступ с той стороны. Название одного выстава в ОЦЕЦ, название другого СНФ. Сейчас мы посмотрим местность с вами. И сказал Йонатан слуге оруженосцу своему, пойдем и перейдем к лагерю заградительного отряда, не обрезанных этих, может быть, сделает Бог для нас чудо, ибо нет для Бога ограничений, чтобы спасать большим или малым числом людей. И сказал мы видим перед собой человека несколько отличного от его отца, может быть, принципиально отличного отца, который полагается на Всевышнего полностью и который мыслит другими категориями, чем мыслит его отец, отец видит, что народ разбегается и он это его пугает и он не понимает как можно дождаться такого момента, когда вообще все разбегутся. Ионатан говорит, не важно сколько людей Всевышний может спасти и небольшим числом людей. Мы с тобой здесь вдвоем мы одержим победу почему? Не потому, что мы такие большие и сильные Всевышний спасет. Это мысль мышления совершенно другого плана. Пойдем и перейдем к лагеру заградительного отряда необрезанных этих. Может быть сделает Бог для нас чудо. Его нет для Бога ограничений, чтобы спасать большим или малым числом людей и сказал ему оруженосец его действуй ко всему, что на сердце твоем склонись, а я буду с тобой во всем, что сердце твое велит тебе. Мы видим, что Ионатан он не один такой как бы в Израиле. Есть еще и другие люди. И человек его оруженосец он тоже не случайный человек, он действительно его близкий друг. Он понимает Ионатана, он понимает о чем он говорит. И у него не менее крепкая вера, чем у Ионатана. Он готов следовать за ним. Он говорит ему, ты человек особый, ты сын царя, как ты чувствуешь, так и действуй. Как сердце твое велит, так и действуй. Был бы сейчас пророк, мы бы спросили пророка. Нет, пророка, через сердце твое пойми волю Всевышнего. Если ты чувствуешь, что мы должны вдвоем атаковать филистинлян, этот огромный лагерь, центр которого в укрепленном городе в Мехмассе, мы атакуем. То, что называется Кабарадо Ванод, искупление греха. Мы понимаем, почему был прощен Шауль, мы понимаем, почему он не был сразу отстранен, мы понимаем, почему была дана победа в этой войне, потому что, кроме Шауля, есть другие люди в Израиле, и это прежде всего его сын Юнатан. Вот мы перейдем к этим людям и откроемся им. Если так скажут нам, не двигайтесь, не двигайтесь, пока мы не доберемся до вас, и будем мы стоять на месте своем, и не поднимемся к ним, и не поднимемся к ним. Если скажут нам, не двигайтесь, мы будем стоять на месте. Если так скажут, поднимайтесь к нам, то поднимемся, ибо отдал их Бог, их Бог в руки наши, и это будет нам знаком. Странная посылка. Мы знаем, что гадание лесновей Израиля запрещено, но здесь Юнатан, он даже, он не гадает, он как бы, он только проверяет себя для того, чтобы быть уверенным, что его сердце подсказало ему правильно, и он надеется на помощь, на помощь Всевышнего, и он надеется, что Всевышний даст ему не гадание, а Всевышний даст ему ответ, так же, как он дал свое время поддержку Гедеону, который подошел к лагере, услышал разговор медьян, и он понял из этого разговора, что Всевышний отдал медьян в руки сыновей Израиля, так же здесь и Юнатан, да, вот у нас есть такая голоха, человек, который определяет, какие действия ему следует предпринять, да, полагается на знаки и знамения, нарушает запрет Торы, да, не гадайте, то есть гадать запрещено, да, дальше добавляется, что есть гадание, как гадание Юнатана, оно разрешено, в чем дело, в том, что в его словах есть есть рациональность, да, есть и какой-то рациональный смысл, какой-то рациональный подход, потому что гадать, это там нет разумного никакого подхода, там бросать кости, сколько выпадет, нам, скажем, смотреть, сколько птиц пролетит по небу, сколько раз прококует кукушка, в этом нету никакого рационального подхода, здесь есть какой-то рациональный подход, он говорит своему сумме так, мы определим самое главное, есть ли у них, положил ли страх Всевышний в сердце перед нами, если да, то мы их безусловно победим, как мы это определим, если они нам скажут не двигайтесь пока мы не доберемся до вас, то будем стоять на вести и не поднимемся к ним, и в общем-то мы и сражаться с ним не будем, они возьмут нас в плен или убьют нас, и никакого осквернения имени Всевышнего не будет, потому что два человека значат перед целым войском или целым отрядом филистимлян. Но это значит, если они нам скажут, мы сейчас подойдем к вам, это значит, что они нас не боятся, это значит, что мы, они уверены, что мы будем слушать их приказ, что мы будем стоять на месте, что мы не побежим, не скроемся, у них есть уверенность в своих силах, у них есть уверенность в своих силах, это если они нам скажут, стойте, не двигайтесь, не двигайтесь, и они уверены, что слово филистимлян, оно внушает страх, гипнотизирует, и мы будем стоять, значит, нет у них страха в сердце перед нами, если они скажут так, поднимайтесь к нам, то поднимемся, ибо отдал их Бог в руки наши, и это будет нам знаком, а если они скажут нам, идите к нам сюда, то это значит, что они боятся подойти, они боятся подойти к нам, они предпочитают, чтобы мы вышли к ним, а вдруг мы поставим на них засаду, а вдруг мы где-то сядем в какой-то расчелине и сбросим на них камень, пока они будут к нам подходить, поэтому они говорят, идите сюда, это значит, что они боятся, это значит, что они боятся подойти к нам, потом, когда мы выйдем, там весь отряд, а к нам они пойдут, они может пойдут по тропе, пойдут по одному, невыгодная ситуация для них, чтобы встретиться с нами, если они это не испугаются, значит, не испугаются, а если они скажут, поднимайтесь к нам, это я тебе говорю, горе и открылись оба посту Блиштим и сказали Блиштим вот и в Рим вылезают из дыр, в которых они спрятались, вроде бы они пренебрегают сыновьями Израиля, не боятся их, вылезают из дыр, в которых они спрятались, но для Натана эти слова ничего не значат, он понимает, что это может быть напускная бравада и закричали люди по стаю Натану и оруженосцы вы сказали поднимайтесь к нам и мы поведаем вам одно дело они могут говорить эти евреи но они боятся спуститься боятся сказать стойте боятся что мы их не послушаем и они говорят нам идите к нам и сказал Натану оруженосцу своему поднимайся за мной и выдал их бог в рук Израиля и поднялся Натан с помощью рук его и ног его и оруженосец его мы сейчас посмотрим что произошло там поднялся за ним и пали плешки перед Натаном оруженосец его добивал их за ним то есть сразу набросились неожиданно на плешки и это было первое выражение которым поразил Натан и оруженосец его около двадцати человек на террасе шириной в половину борозды то есть на узком месте там где не могли все двадцать сразу сражаться с ними а с другой стороны некуда было бежать и они перебили по одному борозы который остается за парой быков в поле и был страх в лагере который в поле и во всем народе заградительный отряд и отряды разорителей задрожали так же они и пришла в движение земля и было это страхом посланным всесильным и действительно Всевышний послал страх на плешки сейчас я попытаюсь поднять картинки которые нам нужны немножко неудобно каждый раз переходить но видимо нету нету выбора то есть мне что теперь нужно делать мне нужно поднять картинку на свой экран и только потом ее закрыть это поднять картинку на свой экран какую картинку мне поднять для вас ну давайте начнем с этого то есть наиболее полная картинка которую мы с вами сможем обсудить сражение вот я ее поднял на экран теперь я постараюсь сделать ее видимой для вас видите картинку вот мы ее чуть увеличим ну кто-нибудь откликнет отлично вот это это фотография фотография нахаль мехмаз потока мехмаз здесь у нас справа где-то туда подальше направо на плоскогории которым кончается вот этот обрыв или скажем плоскогория которым кончается этот обрыв там стоит мигрон где-то подальше а здесь на лево с левой стороны у нас филистимляне и вот это поток мехмаз вот юнатан и оруженосец его спускаются здесь довольно по пологому склону и идут приближаются идут приближаются к лагерю плештим здесь стоит дозор здесь стоит дозор человек 20 который наблюдает за тем чтобы никто никто не атаковал вдруг неожиданно не атаковал лагерь они в принципе не очень опасаются атаки но все-таки они не знают где шаули где его войско и не ищут его на всякий случай выставляют здесь пост выше над ними находится лагерь и еще выше на возвышенности находится сам находится сам мехмаз теперь мы понимаем что когда вот где-то здесь скажем на этом уступе на этом уступе стоит дозор который спустился сюда может быть не на очень выгодное положение для какого-то сражения для какой-то стычки но он таким образом он видит весь этот поток то есть тот кто захочет пройти по потоку и начать подниматься вот здесь скажем по удобному подъему они они сразу увидят сразу увидят тем более что если это несколько человек какой-то отряд они сразу его заметят Ионатан его оруженосец идут специально так чтобы они их видели они спускаются здесь идут по ущелью которое они хорошо просматривают идут они их видят и они кричат говорят евреи вылезли из всех нор поднимайтесь к нам поднимайтесь к нам значит Ионатан и Иоруженосец его слушаются и повинуются и они идут для того чтобы подняться но они не идут по удобный удобный подъем не идут по удобному подъему по тропе они идут и начинают подниматься по скале они в какой-то момент пропадают из вида этого отряда который стоит здесь здесь на этом уступе может быть повыше вот здесь стоит на этом уступе они пропадают из его вида они не видят их вдруг они карабкаются руками и ногами цепляя за скалы выходят здесь мгновенно атакуют этот отряд который не может на узкой площадке на узкой площадке как бы развернуться или окружить их и тут же уничтожить наоборот они толкаются им неудобно и они все 20 человек поражены остаток остаток бежит бежит кричит зовет о помощи от неожиданности конечно в этом есть помощь Всевышнего он действительно в силу страх врагов и Натан это и почувствовал сердцем и угадал угадал так сказать через его загадку филистимлянам услышал у них услышал в их голосе нерешительность когда они видят двух людей услышал их нерешительность и есть помощь Всевышнего они бегут здесь 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 начинается лагерь в лагере видят панику бегущих через землян этого отряда и они тоже начинают бежать и они бегут в сторону мехмаса в сторону стен города в городе начинается паника и из города начинают бежать и таким образом два человека обратили в бегство весь лагерь весь лагерь филистимлян в книге у меня приведен рисунок прямо с прямо с этого места даже не фотография а рисунок с вот этого места и подробно показано где тоже показано где спускались и где поднимались Юнатан и его слуга вот теперь значит ну давайте мы сделаем еще пару шагов так для этого мне теперь я понимаю надо опять открыть опять открыть файл 14 файл в котором мы были с вами файл 14 главы посмотрим с вами немного дальнейшие дальнейшие события одну секунду одну секунду так вот видим с вами текст надеюсь да да все и это было первое поражение которым поразили Юнатан и оруженоси всего около 20 человек вот как мы с вами сказали они бросились бежать и был страх лагеря который в поле мы видим с вами текст есть лагерь который в поле перед городом до города еще и во всем народе заградительный отряд и так далее все они задрожали и пришли в движение земля задрожала это было страхом посланным всесильным то есть то что должно было произойти в заслугу Шауля его веры во Всевышнего происходит в заслугу Юнатана в заслугу его веры во Всевышнего и увидели наблюдателя Шауля в Гива и вот толпа стала редеть растекается в разные стороны и из Гива наблюдают за тем что происходит с филистимлянами и сказал Шауля народу который с ним пересчитайте войны посмотрите кто ушел от нас и пересчитали вот не от Юнатана и а Роженос сына и сказал Шауль Ахия принесите ко всему всесильному ибо был ко всему всесильному в тот день ценобьями Израиля Шауль начинает спрашивать спрашивать всевышнего обращается к да начинает спрашивать всевышнего а потом говорит первосвященнику кофе ну останови руку твою то есть прекрати спрашивать всевышнего да здесь нужно сказать что ковчег завета здесь имеется ввиду урим и туми то есть нагрудник первосвященника ковчега не было с ними на самом деле да то есть так говорится потому что урим и туми как бы как правило действовал или если так можно сказать лучше всего действовал рядом с ковчегом завета да но пророк решил по тем или иным причинам сказать что это ковчег завета хотя речь идет о нагруднике первосвященника вот шаул и весь народ который с ним к месту сражения да то есть понятно что когда речь идет о ситуации ну похожей на спасение жизни о решительном моменте сражения то здесь не нужно спрашивать ни Кагена ни Кагена ни первосвященника ни Урим и Туми ни пророка нужно моментально решать эту ситуацию Шауль он не уверен он не уверен уже после того порицания которое он выслушал от Шмуэля и он сначала собирается спрашивать Урим и Туми потом решает видеть ситуацию решает вступить в сражение без не спрашивая Урим и Туми вот и все из новей и все собираются к Шаулю и даже те сыновья Израиля которые прятались на горе Ефраима услышали что побежали в Лештим они также настигли их тут все становятся смелыми и все бегут и все преследуют Плештим и все поражают их и спал в тот день Бог Израиль и война распространилась за Бейт Абен и каждый из новей Израиля спешил воевать против Плештим в тот день и заклял Шауль народ говоря проклят человек который будет есть хлеб до вечера и отомчу я врагам моим и не брал весь народ хлеба в рот здесь начинает ситуация которую мы рассмотрим в следующий раз иначе у нас не останется времени на вопросы но можно сказать что мы видим что Шауль он все время хочет теперь быть ближе к святости проявить свою уверенность во Всевышнем и как-то ничего уже не получается все это получается раздергано и не к месту как он начинает спрашивать Урим и Тумим и прекращает спрашивать Урим и Тумим как он накладывает здесь клятву на снове Израиля не есть ничего до вечера чтобы преследовать врага это неправильно потому что когда идет война у людей должны быть силы как это не есть и не пить мы понимаем что эти 3-4 шага человек знает что он не ест не пьет он начинает оступевать вот он бежит за врагом он настигнет этого врага ему надо сражаться с ним у него нету сил поэтому это решение совершенно неправильное совершенно не в духе Торы Тора говорит наоборот все для того чтобы преследовать врага потому что иначе он придет в следующий раз ты его должен добить здесь он придет в следующий раз это пекуах нефиш это защита народа поэтому все ради этого нужно есть ешь нужно пить пить что хочешь только преследовать этого врага поэтому когда может быть поститься может быть может быть за день за два до войны поститься может быть потом поститься вспоминая свои грехи и прегрешения хотя на самом деле после войны если есть победа нужно обблагодарить Всевышнего и не нужно поститься так что этот пост здесь совершенно неуместен совершенно неуместен здесь попытка Шауля как бы компенсировать компенсировать свой недостаток свой просчет и каждый раз это получается неуместно здесь я останавливаю демонстрацию и пожалуйста если есть что-то спросить я пытаюсь ответить на ваши вопросы посмотри пожалуйста есть вопросы в чате в чате я вижу здесь отмечено три вопроса может быть такое что 600 человек оставшиеся с Шаулем это по сути вся мужская часть колена Беньямина которых после гражданской войны осталось очень мало может быть но у нас нет никаких комментариев на это и здесь может быть можно сказать что большинство их из колена Беньямина может быть но у нас нет никакой зацепки в комментариях Медрашин для того чтобы это сказать и мы понимаем что Шауля поддерживают все безоговорочно он льгива он гиба в городе где он привык быть в городе где он родился скорее всего он опирается на колено Беньямина скорее всего там скажем его охрана его гвардии из колена Беньямина но это не значит что все остальные не поддерживают его поддерживают да и сколько с ним остается сколько с ним остается из колена Беньямина и из других колен трудно сказать хотя мысль правильная но к сожалению невозможно подтвердить это из Медрашин правильно я понимаю что часть в Рим попряталась по пещерам часть убежала гаду а часть перешли на сторону Блештим так как так как будет из дальнейшего текста очень очень верно очень верно скажем то что говорит Медрашта ну две вещи мы с вами посмотрели что часть попряталась пещерам это для нас очевидно то что часть ушли за Иордан убежали для нас очевидно из дальнейшего текста вы совершенно верно заметили что часть сыновей Израиля они они находятся с Блештим вряд ли они перешли на сторону Блештим по своей воле но мы можем представить себе как это бывает как мы это знаем из современных войн там скажем из описания гражданской войны что победитель тот который занимает какое-то место он набирает свою армию силой то есть у него мобилизация из местного населения и это местное население оно не ставится конечно передовые отряды но в обоз подвозить там подвозить воду а такая армия и в тех пустыни мехмаз скажем довольно пустынной местности требует серьезного снабжения значит скорее всего их принудили быть снабженцами вряд ли кто-то по своей воле присоединился к Блештим потому что мы видим что убегают прячутся в пещерах и угодят за Иордан скорее всего это те люди которых заставили обязали помогать войску Блештим и уж конечно никто их не выпустил в сражение у Блештим не было такой надобности это то что можно представить себе теперь вот следующий вопрос от Григория все-таки Шмуэль опоздал или нет можно сказать сразу что Шмуэль не опоздал он сказал что его нужно ждать 7 дней и он приходит к концу 7 дня и мы сказали что ситуация похожая на ситуацию с Маше который сказал что он придет на 40 день и он пришел и он пришел спустился на 40 день но не в начале дня а к концу дня когда уже сделали золотого тельца то есть 40 день под вопросом вот начался 40 день Маше не пришел и в лагере решили что Маше не придет с чего они решили не понятно может быть надо было ждать до вечера то же самое и здесь 7 день знает Шауль что Шауль должен прийти в 7 день именно или не знает это совершенно не важно он должен ждать весь этот день да должен ждать весь этот день до захода по крайней мере ну вот если после захода Шауль не пришел значит он не пришел но этого не происходит Шауль чем виноват Шауль, но мы понимаем, что он не нарушил обещания, просто человек, он видит то, что хочет видеть, решает то, что хочет решить, и слышит то, что хочет слышать. Если ему было сказано ждать семь дней, то он утром, в середине седьмого дня, решил, что Шмуэль не пришел, он должен действовать сам. Но почему? Только потому, что он так сам решил, что не хватило терпения, не хватило еще немножко воли для того, чтобы дождаться Шмуэля. Шмуэль ничего не нарушил. Иначе наш весь рассказ терял бы просто смысл. А Шмуэль он не верил, потому что пророк не должен нарушать обещания в обещании в общий срок. Здесь дело не верить или не верить. Вы поймите, насколько трудная ситуация. Верит сто раз. Сто раз верит в пророк и все. Но он видит, что происходит. И он решает, что он имеет право, что там, допустим, утром или прошла первая половина, он решает, что теперь есть право действовать самому. И он в этом уверен. И он уверен, что он исполнил слово пророка. И когда пророк идет, он говорит, смотри, я исполню твоего слова. В этом дело. То есть тут как бы человек, он не шахматы. Вот. Это так, а это так. Здесь такой ход, а это такой ход. Есть эмоции, есть такие эмоции, как есть эмоции, есть вера. И все люди по-разному. У одних вера крепче, у других вера слабее. И мы говорили, что человек отвечает за весь народ. Жизни человеческие в его руках. И он не выдерживает. Он видит себя ответственным за всю ситуацию, он не выдерживает. Нет, никто здесь никого не обманул и никто не ошибся. Просто не хватает выдержки. Когда не хватает выдержки, то идут за тем решением, которое наиболее просто, наиболее близко. То есть сказать, что прошла большая часть дня, я теперь могу действовать сам. А почему? Надо сказать, что я должен ждать до вечера, до захвата. Это было бы правильное как бы решение. Ну, вот кажется, что больше половины дня оно дает мне право действовать. Это то, что здесь происходит. Теперь, если что-то есть еще спросить. Тоже вопрос, да? Да, пожалуйста. Шимшон, он же длительное время с ними был связан с полистинцами. Ему не удалось этот секрет железного оружия добыть? По-моему, в литературе это вроде мелькает, что вроде бы удалось. Это уже Батинского у фантазера в его очень проблематичной работе Шимшон Назарей, очень проблематичной работе, на которой он хотел воспитывать молодежь еврейскую. Я бы никому не посоветовал на этой работе воспитывать еврейскую молодежь. Это у него. Дело смотрите, но давайте займемся технологией обработки железа. Железо добывать очень трудно. Очень большую часть железа в древнем мире добывали с большим трудом. Часть из метеоритов, как ни странно, добывали железо. Железо плавится при очень высокой температуре. Плавить температуру плавления железа научились достигать тока в XVIII веке. И хоть как-то температуру плавления железа, хоть как-то размягчить железо, нужна очень большая температура, развести огонь большой, который дает очень большую температуру. Это довольно сложно, чтобы хоть как-то размягчить железо, чтобы его ковать, чтобы можно было ковать и очистить от примесей ковать. Это довольно сложно, поэтому технология здесь довольно сложная. Требуется большая температура, мы знаем мех, который использовался для раздувания огня более сильного, чтобы получить температуру и так далее. Но допустим, то есть технология сложная, допустим, сновья Израиля могли бы принять эту технологию, и мы видим, что у них были кузнецы, и в дальнейшем они переняли эту технологию. Но мы видим, что филистимляне следили за тем, чтобы не распространялось кузнечное дело, чтобы сами не учились не только изготовлять инструменты и оружие из железа, но и даже точить, затачивать, поправлять железные инструменты филистимляне не разрешали, и это было довольно эффективно, потому что мы представляем себе, что кузнец должен работать в кузнице, то есть запретом довольно эффективен, потому что кузнец должен работать в кузнице, и вы слышите стук этого кузнеца на большое расстояние, который, тем более, в иудейских горах разносится далеко, и возможно, где-то кто-то был, кто где-то в пещерах изготовлял оружие. Мы знаем, что аналогичная ситуация сложилась в период римского владычества, на что естественно римляне не разрешали кузнецам, еврейским выковывать оружие, и особенно перед восстанием Барковбы, когда готовилось восстание Барковбы, и мы тем не менее видим, что у восставших было оружие, были большие склады оружия в пещерах, откуда появилось это оружие, появились мечи у восставших, тут использовалась такая хитрость, которую мы знаем из исторических документов, что у римлян были очень строгие правила установки, каким должно быть оружие, меч должен был быть коротким, и меч на один сантиметр, может, на два сантиметра длиннее, его не разрешалось использовать, легионеры заботились о своем вооружении сами, они должны были изготовить вооружение по стандартам, которые установлены в легионе, они должны были изготовить это оружие сами, к ним приходили к кузнецам еврейским и заказывали у них оружие, меч, кузнецам делал меч на два на три сантиметра длиннее, легионер ругался, проклинал его всеми своими богами, тогда кузнец извинялся и говорил ему, сделает второй меч бесплатно, и он испорченный меч нестандартный оставлял себя, а легионеру он выковывал меч точно, который ему нужен по его стандартам, то есть мы с вами представляем себе, что дело не только в том, чтобы перенять технологию, хотя технология для древнего мира обработки железа, она довольно сложная, но дело не только в технологии, они устанавливали свои посты, своих наблюдателей, которые запрещали работать железом, если там один-два человека умудрялись где-нибудь далеко в пустыне, вряд ли, конечно, тоже нужны условия для того, чтобы работать, но если кто-то умудрился даже выковывать один-два меча, то это не играет принципиальной роли, как мы представляем такова ситуация, так что дело не в секрете, а дело в сложной технологии высокой температуры плавления железа и даже размягчить его для ковки нужна очень высокая температура, да, вот, и ни в коем случае не надо ориентироваться на Жаботинского, на фантазера, который, на мой взгляд, нанес очень большой вред еврейскому народу своей работой Шемшон Назарей, просто колоссальный, совершенно непонятно зачем, просто не веряно зачем у Грашев ты не веришь в выход из Египты, ты не веришь в Тору, ну ты представь как-нибудь немножко по-другому народ, что ты его представляешь как это дикие племена и долбоклонников, если бы они были дикие племенами и долбоклонников, так они бы остались такими дикими племенами и долбоклонников, как все остальные, да, совершенно просто работа вред, который трудно переоценить, а то, что касается там завещания Шемшона там обрабатывает фантазия литератора, что-то еще хочется спросить? Да, Равзеев, здравствуйте, а скажите, пожалуйста, что-нибудь известно о роли Иерушалаема в это время, он тоже был захвачен приштим или был нейтрален или ничего не говорится об этом? Иерушалаем называется в это время город Иерусеев, но Иерусеев фактически уже там нету, Иерусеев это древний финанский народ, который изгнали из Иерушалаема колено Иерушалаема 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 и галактического момента так же, что мало прогнать врага, надо заселить место, понимаете, надо заселить место. Завоевание с точки зрения Туры, оно делится на совершенно две как бы равные части, что и прогнать врага, или установить свою власть, и заселить это место, и то, и другое считается войной, и считается войной, потому что если просто прогнал врага и не заселил место, так там случится то, что случилось с Иерушалаем. Иерушалаем пришли Плештин по тем или иным причинам и заняли город, как это было и сейчас с несколькими городами с еще несколькими городами, которые были в Израиле, которые избоевали, но которые не заселили. Например, Хацор. Хацор был разрушен, завоеван, и потом мы видим Хацор в руках кананских племен, его не заселили. И в это время Иерушалаем это он город Ивусеев, это раз, живут в нем филистимляне, по крайней мере там филистимская элита, филистимский царь, филистимская элита. И об особенности этого места ничего особенно неизвестно. Иерушалаем как место святое определил Давид вместе с пророком Шмуэлем. Как место святости определил Давид вместе с пророком Шмуэлем. Мы знаем, что в Торе не указано не указано ушалаем, не указано место храма. Место храма было указано через пророка Шмуэля. Мы понимаем, что пророчица, что Торой не кончается вся история, не кончается история духа. Есть пророческое слово. И вот Шмуэль передал Давиду фактически план будущего храма и указал место, где он должен стоять. Мы знаем по Медошу в какой момент это произошло. Доберемся до книги Шмуэля с Божьей помощью. Мы как-то немножко посмотрим этот момент. Спасибо. И что-то еще хочется спросить, выяснить, разобрать. Хорошо. Если нет больше вопросов, мы с вами тогда остановимся. Надеюсь, что мы как-то с вами хотя бы немного продвинулись в понимании первого царя, Шауля, его достоинства, его проблем. Представили себе немножко образ Ионатана, его сына. Уже можем забегая вперед представить, почему он был так близок с Давидом. Люди, в общем-то, близкие по духу. Ну, и что я могу сказать, могу пожелать всем здоровья, хорошей недели и жду следующей встречи с вами. Всего-всего самого доброго.